итак самое не ленивое здесь это приготовить фарш значит у меня здесь фарш чуточку жира как видите лук тоже прокручен уже я все вместе обжариваю соль перец и чуточку куркумы обжариваем значит мясо итак я разбила сюда 2 яйца добавляю сметану вот это вот то что я готова вела с ленивой очмой почти такой же рецепт я имею ввиду вот смесь вот это вот так 3 где-то 5-6 ложек сметаны единственная разница между ленивой очмой и вот этой вот значит и ленивым глаза ним то что молоко мы сюда добавляем совсем чуть-чуть то есть никак там не жидко делаем чуточку соля добавила если хотите если у вас есть можете еще добавить немного капельку мускатного ореха это получается типа соус бешамель только ну вот ленивая как у нас раз уж начали все ленивое делать то и это тоже не вот по-быстрому чуточку еще где-то вот 100 грамм молока получается даже меньше вот я сейчас покажу какая она должна быть вот так вот жидкая сметана может быть сливки вот так вот получается смесь не сильно жидкая все вот у нас соус бешамель готов для меня так мясо у нас уже готова жидкость вся выварилась и добавляем помидоры протеты либо нарезанные если у меня смешанная половина начата половина нарезана приблизительно два помидора мясо где-то 400 грамм соль перец у меня уже добавлено добавляю сюда чуточку сухого чеснока паприки цвета пол чайной ложки ну и конечно же итальянские травы смесь итальянских трав куда же без них но где-то пол чайной ложки даже меньше плюс я еще сюда добавляти на смеси конечно этих трав есть базилик но я еще чуть-чуть хочу вот так вот щепотку сухого базилика аромат уже пошел очень приятный все хорошенько смешиваем чуть-чуть дальше готовим до момента когда вот это все вот вкусы все перемешаются и помидоры чуточку приготовиться ну как приготовиться сок помидоров немножко должен вывариться не сильно жидкий должен быть вот так вот чуточку потушим где-то минут пять тушим это все проверяем на соль соль малом все выключаю плиту собирать лаваш я взяла вот эти которые рулетом продаются зимая посуду большую тоже здесь красиво смотрится а если брать вот посуду поменьше в котором я делала лиги врачу там слои побольше вы получили если хотите много слоев можете взять и сделать лаваш ну двойную порцию тогда если посуда большая получится в общем здесь у меня получилось посуда большая получилось 1 2 3 почти 5 немножко вот эти узкие получились вот так вот 5 слоев так собираем значит сначала нашу наш ленивый соус соус поливаем для того чтобы смягчил лаваш у наших соседей ремонт не обращайте внимание так дальше у нас идет фарш вот фарш единственный который немножко занимает время а так остальное все легко вот так вот сверху сыр сыр твердый желтый сыра у меня где-то 300 грамм на самом деле ингредиенты кто как хочет у кого сколько есть и сколько им нравится например сыра я люблю много добавлю много сыра самый красивый лаваш оставляем на последний слой красиво у меня все время же я нарезаю криво я никогда не могу ничего нарезать все время как ни стараясь получается всегда криво вот так вот это наш ленивый соус бешамель дальше снова мясо мясо еще горячее в идеале конечно надо было дать остыть но мы же мало того что ленивые еще и нетерпеливые поэтому делаем все быстро вот так вот вот так вот вот так вот посредине два слоя узких на самом деле можно было бы и побольше сделать планировала в другой посуде в итоге выбрала эту лаву и сыр главное вам показать значит способ так вот так вот сделаем соус сверху закрываем желательно не жареной стороной вот так вот закрываем поливаем оставшийся соус сыра я сейчас добавлю для меня этот сыр мало еще где-то 50 грамм ну где-то 350 грамм в итоге сыра вот так вот ставлю в духу я включила на 200 градусов вот и у меня есть режим пицца там идет значит только низ и вентилятор вентилятор вот включенный верхний не включен поставила я на нижний уровень если у вас нет вентилятора ничего страшного просто ставьте все равно на нижний уровень все теперь ждем когда приготовиться подрумянится и видно будет что жидкость выпарилась вот так вот так вот Вот такая вот красота получается. Если делать маленькой посуде, вот так вот будет по высоте двойная порция. Ну как бы вот так вот высоко будет. Из того, что у меня посуда широкая, она потоньше получилась, но все равно и красиво и вкусно. Очень вкусно. Если дать остыть, вот эти слои, они еще больше видны, если дать остыть. Они как бы еще пропитаются и поднимутся немножко. Ну а она и горячая же вкусная. Посмотрите, на дне нет никакой жидкости. Все выпарилось. Вот так вот выглядит наша лазанья в остывшем. Вот так вот слои видны. Просто я не достала еще. Вот. Все поджарилось. Слои, видите, как видны. Получается невероятно вкусно и очень легко. Если фарш приготовить заранее, допустим, если вы знаете, что вы завтра будете это готовить, вечером приготовьте фарш. Фарш, единственное, немножко время занимает. Остальные все очень быстро делаете. Вот. Приготовьте фарш, либо заморозьте, либо так и оставьте в холодильнике, если завтра будете готовить. Все очень быстро делаете и очень вкусно. Попробуйте, не пожалеете. Ну а у меня все. Всем спасибо. Всем пока-пока.